Практически весь август Белые Мишкини покидали окрестностей Амдрмы. Посёлок на берегу Карского моря с населением в 350 человек своими силами обороняет населённый пункт от непрошенных гостей. Особенно осторожно приходится выезжать за пределы посёлка, когда вблизи ходит медведица с малышами. По словам главы администрации, сегодня краснокнижный хищник не тревожит жителей посёлка. Вы знаете, уже он не ходит. Примерно дней пять уже не ходит. Может даже больше, неделю где-то. Мы уже получили на него разрешение на отстрел, но он почему-то вдруг исчез. На острове Вайгач ситуация с белыми хищниками сложнее. Сразу пять млекопитающих в конце августа осаждали метеостанцию имени Фёдорова. Они мешали метеорологам брать заборы воды и снимать показания с приборов. Сотрудники станции не имели никакого оружия и других средств для отгона медведя. Кроме того, территория станции не огорожена. На помощь метеорологам приехал медвежий патруль Всемирного фонда дикой природы. Инспекторы оставили персоналу несколько фальшфееров и резиновые пули. По словам представителей Ушарского сельсовета в посёлке Варнак, медведи не покидают окрестности метеостанции надолго. Связь была дня два назад. Они сказали, что мишки-то уходят, потом обратно возвращаются через день, через два. Близко, говорят, подходят, не боятся выйти. На прошедшем оперативном совещании губернатор Игорь Кошин обратил внимание на проблемную ситуацию. Он обратился к руководителю управления природных ресурсов Сергею Чибисову с просьбой обеспечить жителей прибрежных посёлков средствами защиты от медведей. По Амдерме полёт отпал ввиду того, что медведь ушёл. А по Вайгачу мы ежедневно связывались с гидрометом. Сегодня туда прибыло судно. У них на борту находится вертолёт, и они будут пытаться отогнать. Игорь Кошин призвал сотрудников управления оптимизировать средства на помощь жителям Амдермы и Варныка. Каждый раз отправлять туда вертолёты очень затратно для бюджета. У вас есть специализированная организация. У неё подписано соглашение с пограничниками. В Амдерме стоят пограничники. Вы обеспечите их всем необходимым, всеми этими шумовыми средствами, резиновыми пулями. И проблема решена в рамках соглашения. Проблемой взаимодействия человека и белого медведя занимается и специальная рабочая группа. Она находится на стадии формирования. Её специалисты будут консультировать, а в экстренных случаях и вылетать на местность. В апреле и мае у нас были проведены семинары совещаний с участием Фонда дикой природы, Института проблем и эволюции, на котором было принято решение о создании межведовственной группы по предотвращению конфликта с белыми медведями. В настоящее время проходит процесс согласования положения о группе, а также алгоритм действий разрабатывается для работников нефтедомогающих промыслов и жителей округа. Специалисты охраны окружающей среды напоминают, важно всегда быть готовым к встрече с белым медведем и помнить главное правило, которое нередко нарушается – никогда не подкармливать хищника.